Трехуровневый план. Кулеба рассказал, как Запад будет сдерживать агрессию России против Украины. Украинское ведение угроз со стороны России вполне совпадает с ведением международных партнеров. Поэтому Украина и Запад работают над планом сдерживания российской агрессии. Об этом в эксклюзивном комментарии РБК Украина сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Россия активно демонстрирует, что рассматривает все возможные сценарии, включая военные. Поэтому речь идет не об опасениях, а о вполне реалистичной оценке угроз. Именно поэтому в Вашингтоне и Брюсселе я говорил с партнерами уже совсем не о том, есть ли угроза или ее нет. Мы говорили о конкретных действиях и конкретном пакете сдерживания РФ от военных авантюр и дальнейших агрессивных действий, рассказал он. Сейчас украинские дипломаты, по словам министра, круглосуточно занимаются укреплением безопасности Украины, а самое главное сдерживанием России. Мы работаем над тем, чтобы консолидировать такой уровень международной поддержки Украины, чтобы у Москвы в принципе не было желания даже начинать любые военные авантюры. По итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, я убежден, что нам это удается. Партнеры готовы поддерживать нас не только словом, но и делом, пояснил глава МИД. По словам Кулибы, Украина вместе с международными партнерами работает над комплексным трехуровневым планом сдерживания агрессивных действий России. Первый уровень дипломатический и заключается в том, чтобы партнеры делали сильные своевременные публичные и непубличные заявления в поддержку Украины. Второй уровень экономический. Речь идет о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект «Северный поток-2», отметил он. А третий уровень, как рассказал министр, военно-оборонительный. Этот уровень сдерживания. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкайт. Заключается в том, чтобы укрепить обороноспособность Украины благодаря помощи партнеров. В частности, путем предоставления дополнительного вооружения, углубления взаимодействия в сфере разведки и повышения военного присутствия в воздухе и на воде в Черном море. Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкайт. Меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнера для нас важна, резюмировал Кулеба. Напомним, ранее Кулеба рассказал, хватит ли Украине сил защищаться от угроз на всех направлениях. А до этого в НАТО оценили возможность полномасштабного вторжения России в Украину.